Мир вам! Бог дал нам еще такую великую возможность, что мы в таком количестве можем собраться в Доме молитвы Его, где мы можем все вместе в таком общении славить Его имя, где мы можем слушать из Священного Писания. И за все это давайте мы вместе скажем «Слава Богу!». Возможно, я сегодня нового ничего не скажу, потому что буду читать из той же книги, которую все мы на протяжении многих лет читаем. На протяжении многих лет мы слушаем проповеди отсюда. И, возможно, где-то кто-то уже слышал эту проповедь или тему подобную этому, но я думаю, вы согласитесь с тем, что каждый человек переживает одно и то же место Писания по-разному. И идея этой проповеди родилась, когда, прочитывая главы одну за одной по очереди, дошел до места, это записано в Клиге Левит, 4 глава с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи с нам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповьей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым он согрешит, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». И здесь у меня пошли вопросы. Вопрос такой, кто согрешил? Здесь говорится о священнике, да? Помазанный священник согрешил. Кто виновен? И народ тоже, да? Дальше в этой же книге, в этой же главе, в 4 главе с 13 по 15 стих записаны такие слова. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его предскинею собрания и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом». Снова тот же вопрос. Кто согрешил? Согрешило общество. А кто ответственный? Старейшины. Потому что тот, кто ответственный, кто виновен, тот всегда возлагал руки свои на жертву. И еще более интересно становится, когда мы откроем числа, 35 главу, и прочитаем с 22 по 25 стих. Здесь выше рассматривается, что делать, если, например, один человек убил другого, если это было с умыслом, и также, если это было без умысла. И здесь дальше с 22 стиха говорится, «Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, и не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом ему и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежище его, когда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем». Возникает вопрос, а при чем тут священник? В Библии существует один принцип, который мы можем проследить, начиная от бытия до книги Откровения. Мы можем проследить такой принцип, который условно можно назвать, и я хотел бы назвать этим также названием эту проповедь, «один за всех и все из-за одного». Это что-то похожее на высказывание, если кто-то знает, есть «Мирская одна книга» о трех мушкетерах, там наподобие девиз у них был, но это не цитаты из той книги. Мы можем увидеть, что это есть библейский принцип, «один за всех и все из-за одного». Давайте мы попробуем проследить это, и для того, чтобы это увидеть, давайте мы начнем сначала и попробуем рассмотреть такие самые знаменитые, самые известные случаи в истории человечества. Начнем сначала, и мы увидим, что из-за грехопадения Адама, самого первого человека, весь человеческий род получил, получилось так, что произошла разлука с Богом, и из-за этого на земле наступили болезни, пришла смерть. Дальше мы можем увидеть Ноя, который праведностью своей служил Божьей к себе расположение, и благодаря Ною, из-за Ноя, сохранилось человечество и весь животный мир, который движется по суше, и также птицы. Дальше Авраам. Авраам молился за города, вы помните, да, когда пришли к нему три путника, когда он их угостил, и потом Бог говорит, скрою ли я что от Авраама, потому что Бог называл его своим другом, и он говорит, что он идет и уничтожит города, и двое из ангелов пошли, один остался с Авраамом, и Авраам начал упрашивать Бога за народ, за те земли, на которые Бог уже определил продлить свой гнев. Авраам молился за народ в надежде, что там есть праведники. Не задавали ли вы себе вопрос, а если бы там нашлось вот столько праведников, сколько Авраам говорил, и Бог не уничтожил те города, что дальше? Почему, например, почему? Ну, мы понимаем, что Авраам знал Божий принцип, что судья всей земли, он никогда не поступит несправедливо, он никогда не накажет праведника вместе с нечестивым. И, зная этот принцип, он молил Бога. Но что еще имел в виду Авраам, если мы возьмем во внимание этот Божий принцип, те праведники, которые могли бы быть в том городе, они могли бы изменить все человечество вокруг себя. Потому что, зная этот принцип, что один за всех, и все из-за одного, мы можем сделать такой вывод, что если бы нашлось там столько праведников, сколько Авраам говорил, то, возможно, народ бы тоже мог измениться. Мы помним, что на горной проповеди Иисус Христос говорил, что вы свет миру, вы соль земли. Дальше. Вы помните ту историю, когда Яков убегал от своего брата Исавы, он пошел в Харан, он пошел к Лавану. И написано, что из-за Якова, это все заметили, сам Яков и Лаван, что из-за Якова Бог благословил Лавана. У него пошел привыток, у него начало больше овец, стало, то есть он начал богатеть из-за Якова. Также вы помните, когда Яков уже возвращался на свою родину, и они остановились возле города под названием Сихем. И там был юноша, сын царя того города, которого звали Сихем. И кто читал эту историю, тот помнит, что произошло с Диной. Из-за глупости одного человека был уничтожен весь город. Дальше мы видим историю Иосифа, который ради спасения своей семьи. Бог так сделал, вначале он отошел его в Египет. То есть Иосифу из-за того, чтобы спасти свою семью, пришлось перенести трудности, в конце концов, конечно, он был поставлен очень высоко в этом государстве. Но ради одного, из-за одного человека Бог спас 70 душ, а после их стало около трех миллионов, когда мы знаем, когда выходили они из Египта. Другой случай это Ахан. Вы помните, когда Иисус Навин уже вел народ в землю хананскую, они завоевали Ерихон, и Иисус Навин по Божьему повелению сказал, что город должен быть предан заклятию, ничего из него не брать. Но Ахан взял, и казалось бы, мелочь, ну что, один человек взял чуть-чуть себе там, что-то ему понравилось, но из-за этого был наказан весь народ. Вы помните, когда Иисус Навин послал людей, чтобы завоевывать Гай, у них было поражение, и из-за этого Иисус Навину пришлось до вечера лежать перед храмом, перед жертвенником Божьим умолять Божье лицо, чтобы, ну что такое, почему, ведь Бог же обещал. И мы видим, что из-за одного человека пришло наказание на весь народ. Моисей упрашивал Бога, чтобы он пошел с ними. Вы помните эту историю после греха с золотым тельцом? Бог сказал, не пойду я с вами, потому что вы народ жестоковыйный, то есть ваша шея очень твердная, очень упругая, вас очень трудно упросить, чтобы вы слушались. И он говорит, я не пойду, потому что истреблю вас. Но Моисей умолял лице Божье, чтобы он переменил свое решение, чтобы он пошел с ними, потому что Моисей знал, насколько это дорого, когда Бог идет среди них. И один за всех молил, и все из-за одного удостоились снова этого благословения, когда Бог пошел среди Израиля. Арон, когда началось поражение после греха опять-таки народа, Моисей сказал Арону, пойди и стань между живыми и мертвыми. И один Арон, один священник, помазанный елеем, как мы читали раньше, он стал между живыми и мертвыми, и поражение, мы видим, что прекратилось. Понимая этот принцип, один за всех, и все из-за одного, значение жертвы Иисуса Христа становится более понятным. Почему должно было произойти все именно так, как оно произошло? Вы помните, как Каяфа сказал, что лучше бы одному человеку погибнуть за народ, чем весь народ был бы уничтожен? Хотя он подразумевал под этим совсем другое, он переживал, чтобы не было восстания в народе, потому что в другом месте написано, Иисуса хотели как бы нечаянно прийти, взять и сделать его царем. А что значит, когда римляне там оккупировали ту территорию, и что значит, если иудеи вдруг поставят над собой царя? Это прямое противодействие римской армии. И с историей мы знаем, что никому не удавалось еще как бы успешно противостоять римской армии. Но, несмотря даже на то, что имел Каяфа, подразумевая под этим, Бог все равно исполнил свою волю и сделал все по своему плану. И давайте мы откроем об этом, как говорит апостол Петр в 1 Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но жив духом». Здесь мы снова видим один за всех этот же принцип. И апостол Павел в послании своем к римлянам, 5 глава, с 18 по 19 стих, он вообще эту всю 5 главу пишет именно об этом, об этой теме, но здесь как бы с 18 по 19 стих он делает сам итог. Давайте посмотрим, какой итог всей своей проповеди или этой теме делает апостол Павел. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдания к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Здесь снова апостол Павел делает это как бы ссылку на Адама и как бы объясняет миссию Иисуса Христа. Что практически сегодня мы можем взять для себя из этого принципа? Ведь мы видим, что на протяжении всей истории, скажем, около 6 тысячи лет назад во время в одни жизни Адама этот принцип работал, около 4 тысячи лет назад во время Ноя этот принцип работал, около 2 тысячи лет назад во время Иисуса Христа этот принцип работал, и он также остается работать и сегодня. У Бога, как у премудрого Творца, случайностей нет. И я уверен, что все вы с этим согласитесь. И каждый человек, который пришел в этот мир, родился на эту землю, он имеет свое предназначение. С предназначением у него есть свой долг перед небесами, а вместе с долгом к нему приходит, каждому из нас приходит ответственность. И у нас есть ответственность, как мы знаем, не только за себя, мы знаем эти выражения, что говорится «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, и также, что дела наши идут вслед за нами». Но также у нас, у каждого из нас есть ответственность за тех, кто рядом с нами, и тем более за тех, кто будет после нас. Вот почему, когда согрешил первый человек, все мы были лишены славы Божьей. Вот поэтому, когда помазанный священник согрешил, и народ становится виновным. Поэтому, когда нечаянно убивший человека заключен, он должен быть оставаться в городе убежище до смерти великого священника, помазанного. Почему? Потому что священник был ответственный, он ответственный за весь народ. Авраам приобрел благоволение пред Богом, а его потомки по сегодняшний день пожинают это благословение. Иисус Христос совершил свою миссию, чтобы все человечество вновь имело эту возможность приблизиться к Богу, восстановить те отношения, которые были вначале. И можно сказать, что глава поколения ответственен за тех, кто верен ему на попечение. Мы можем увидеть эту аналогию как бы этого принципа один за всех и все из одного в семье. Мы знаем, что отец ответственный за свою семью, старшие братья или сестры, они ответственны за тех, кто младше. И церковь тоже можно сравнить с большой семьей. С этого места нам очень часто говорится братья и сестры, то есть как бы мы все одна семья. Но на что бывает иногда похоже, например, как вот получается, когда мы забываем, что у нас есть ответственность не только за себя, но и за тех, кто вокруг нас. Есть одна притча про 10 человек, которые плыли в лодке. Каждые занимались своим делом. Кто-то был на веслах, кто-то смотрел в карту, а одному, видимо, скучно стало, и он начал ковырять дырку в дне. Ну и ему говорят, что ты делаешь, мы же все утонем. А он им говорит, ну что вы от меня хотите, я же вам не мешаю. Вы заняты своим делом, я своим делом. Мы каждый, то есть, ну как, я свое делаю, вы свое делаете. Но как бы не понимая, что от того, что он делает, зависит судьба окружающих людей. Также тех, кто был в армии, они рассказывают, что иногда бывает из одного человека всю роту наказывают. и вообще в мире есть здравые, такие хорошие, здравые принципы, которые построены на библейских принципах. И иногда можно также, ну случай даже на работе, если, например, какой-то хозяин имеет большую компанию, и он поставил управителя или менеджера, и у него есть рабочие, подопечные, сотрудники у этого менеджера. И кто, если, например, что-то идет не так в компании, кто первый терпит за всех? Менеджер. Конечно, потом он раздает всем, ну, сколько кому положено, но вначале терпит он. И так же само он устанавливает ту границу, например, до какого уровня компания может возрасти. То есть, опять-таки, мы видим этот же принцип, один за всех и все из-за одного. У нас, перед нами, перед каждым из нас встает сегодня вопрос, что мы оставим после себя? Оставим ли мы добрый след или наследим? И давайте мы сейчас в молитве попросим Бога, чтобы Бог дал нам достаточно мудрости и страха перед ними. И так же, чтобы Бог нам помог осознать ту ответственность, что из-за нас кому-то может быть хорошо и кому-то может быть плохо. И так же из-за всего общества, как из-за коллектива, кому-то одному может быть плохо или кому-то хорошо. И давайте попросим, чтобы Бог нам помог, давал нам мудрости, чтобы нам уподобиться Аврааму, чтобы нам уподобиться, как был Моисей и Арон, но чтобы не быть, как Ахан. Аминь.